В прошлом уроке мы не размножили на все страницы вот эти полоски и меню. Поэтому я при вас быстренько это все сделаю. Это копирую и сюда везде вставляю. И также меню можно также скопировать и вручную все ставить. Здесь могут быть глюки. Допустим если я сейчас это опубликую, проверю будет ли глюк. Здесь открою портфолио. Вот видите уже вижу что картинки почему-то здесь не появились на всех этих страницах где я размножил. Поэтому я отменю действие и сделаю просто добавить на всех страницах. Не знаю почему этот глюк происходит. Видимо программа глючит. Опять опубликую. Теперь должно быть все в порядке. Открываю портфолио, новости, контакты. Все нормально. Все везде работает. Что же нам осталось. Осталось вставить сюда текст какой-то. Вот я для вас подготовил вот здесь такой текст чтобы вы не копировали где-то не искали. Я скопировал тоже с сайта какого-то. И сюда вставлю. Можем прямо так вставить. А потом уже редактировать. Так растянем. Потом нажимаем два раза. Здесь мы можем изменить как шрифт так и размер. Давайте размер я сделаю 11. Цвет будет белым. Затем вот это выделение сделаем нет. А фон сделаем черным. Фон это означает только фон редактора вот этого. Чтобы на белом фоне мы же не увидим белый текст. Так вот это можем допустим сделать жирным. И сделать вот допустим вот в такой. Как бы. Так это я что-то сделал не то. Я сделаю вот. Так что то мы еще можем выделить. Допустим так вот. Ну как то так. Здесь нужно смотреть чтобы текст влазил. Проверять в разных браузерах. Так как вот допустим интернет-эксплорере она более сжата. А в стиле либо вот как сейчас у меня в Google Chrome она растянуто. Поэтому здесь если у вас текст допустим. Давайте я так вам покажу. Так более ясно. Смотрите я сделал прямо под текст вот эту рамочку. Да. Здесь и так я проверю. Вот 2,4 года запомнили. Теперь проверю в браузере. Видите. А у нас он не влез. Вот до какого слова только влез. Что то там необходимо что то такое. Поэтому желательно оставлять побольше вот такое расстояние. И вот теперь он у нас влез. Я обратно поменяю размер на 11. Здесь наверное все таки сделать черным. Так наверное лучше будет. Здесь черным. Вот у нас появился текст. Давайте откроем портфолио страницу. Сюда вставим. Также выберем объект изображения и фотогалерея. Фотогалерея здесь самая простая. Здесь просто набор картинок будет. Ничего больше. Давайте добавить. И выберем. Здесь имидж портфолио. И все 9 этих картинок выберем. Добавим. Третья, четвертая, пятая. Так добавили. Можем посмотреть стили. Ну я этим не пользуюсь. Обычно даже не знаю что это означает. Вы сами попробуйте. Я обычно все делаю во флэше. И меню, и галереи. Естественно делаю все во флэше. Этим даже и не пользуюсь. Кстати здесь картинки маленькие получились. Поэтому нам нужно ширину и высоту картинки ставить как у нас оригинал. Посмотрим какой у нас оригинал. 186 на 99. Размер картинки так и сделаем. 186 на 99. Вот получилась вот такая галерея. Это просто набор картинок. Можем их вручную также наставлять сюда. Не знаю. Там еще какие-то функции я видел. Сейчас попробую. Я вот тут попробовал. Тут можно изменить стиль. Это включить тень, интервал, рамка. И поставить галочку заголовок. Вот будут вот такие названия. Здесь цель. Это как будет открываться эта картинка. Либо в новом окне. То есть во вкладке. Либо как по папу окно. Ну и так далее. Вот допустим по папу окно. Сделаю. Публикую. Открою портфолио. И вот мы видим при нажатии у нас открывается вот такое окошко. С картинкой. Ну что ж. Вот в принципе и весь сайт. Остальное думаю вы и сами сможете здесь дополнить. Там новости вставлять, тексты какие-то картинки вставлять. Контакты. Тут свои контакты. Кстати, если вставлять какую-то гиперссылку текстом. Как мы делали первый вариант. Допустим это у вас будет ссылка на ваш email адрес. Давайте я ставлю свой email адрес. email.ru Выделю. Ставлю гиперссылку. Здесь можно ставить адрес email. Стили я сейчас вам покажу. Ок. И теперь это будет ссылка на мой email адрес. Вот стили как меняются. Формат в стиле гиперссылок. Добавить. По умолчанию она вот такая. Но можем сделать оформление нет. Чтобы подчеркивание было. При наведении тоже нет. И везде нет. Затем при наведении это будет цвет. Допустим красный. Так. Активная. Я там ничего не буду делать. А ссылка будет. Ну здесь. Скорее всего он. Опять начнет глючить. Вот я сделаю белый. Так. Это у нас стиль 1 будет. Можем переименовать. Вот. Поставим допустим. Это стиль. 1. Так. Вот стиль 1. Ок. Вот. Он должен быть белым. При наведении красным. Сейчас проверим. Публикую. Здесь выберу контакты. Нет. Не глючит. Все в порядке. Белый. При наведении красный. Иногда бывает глючит конечно этот способ. Поэтому я никогда не пользуюсь. Теми. Инструментами. Которые предлагает сам. Впсмейкер. Я всегда делаю в флэше. Опять повторяюсь. Что ж. Вот у нас. Допустим это. Сайт. Здесь ставим тогда уж. Допустим. Мой. Так. Е-мейл. Так. Я опять раскладку не переключил. Ну вот как-то так. Написать. Позвонить. Там. Какие еще могут быть контакты. Допустим. Скайп. Там. Еще что-то. Что ж. Вот и все. В остальном. Я думаю. Вы сами тут. Разберетесь. Допустим. Как ставить. Плееры. Вот эти видео. Аудио. Как слэшем. Еще какие-то. Формы. Формы. Правда. Вам. Не пригодятся. Это надо знать. Еще и PHP. Бегущая строка. Вот есть. Яваскрипты. Уже готовые. Допустим. Часы. Вот сюда. Если я вставлю. Его вставить можно в любое место. Затем. Опубликую. У меня будут часы здесь. Так. Открою индекс. А. Нет. Это было в контактах. Вот. Видим. Что. Вот. В правом нижнем углу. У нас часы работают. Это. Яваскрипт. Причем. Если я буду крутить страницу. Он все равно будет в этом месте. Или допустим. Вот. На главную поставлю. Яваскрипт. Тут еще был. Где-то. Снег. А. Вот. Снег. Снег. Картинки. Можно поменять. Снега. Вот. Теперь. Тут еще и снег будет идти. Ну. Как-то. Не так. Ну. Вот. Он сверху начал. Падать. Теперь. Можем. Это. Опять. Опубликовать. Обязательно. Сохранить. И. В следующем уроке. Опубликуем. Все это. В интернете. И. Л Омблик. Зеленый.